Доброе утро! Доброе утро всем зрителям, подписчикам! Доброе утро! Я только что позавтракала, уже завтрак вам не снимала. Вот в этой мисочке была заварена овсянка у меня. Порезан банан. Овсянка с бананом. И чай с творогом. Ничего вам не сняла, потому что все это обыденное, все это надоело. И людям смотреть, и показывать, поэтому как-то так. Так, сейчас просто хочу на экран разрезать дыню. Посмотрим с вами, какая она. Какая она, эта дыня. Я вчера ее помыла. Сейчас посмотрим. Режется как по маслу, может потому что нож хороший. Ну, вроде бы ничего. Зеленая корочка, вот только немножко, так. Хорошая дынька. Сейчас снимем пробу. Однобокая. Давайте отрежем, вот где зеленая корочка. Сейчас посмотрим. Вот. Сладенькая. Зеленая корочка сладкая-сладкая, мягенькая. Видите, она мягенькая. Он какой-то однобокий. Видите, тут нет зеленой корочки, а тут есть. Наверное, так на земле и лежала. Девочки, что это за чудо-юдо? Похоже на подснежник. Сейчас покажу вам. Что это за цветочек такой? Вылез. Ствол зелененький. Что это такое? Я вчера на него обратила внимание. Сегодня. Какой-то новый цветок. Там он тоже новый цветок сидит. Рижий, рижий. Новый цветок. Ну вот, закон подлости. Приехала в новый, в старый универмаг. Но оно хоть невзрачное, я пальто, но все равно у моего 54-го нет. Все размеры есть, кроме 54-го. Просто хотелось бы одеть и померить, как оно на мне. Оно, конечно, висит бесформенное. Вот здесь вот с разрезиками. Вот как я и люблю. Видите? Вот это вся моя слабость. Разрезики на замочке сбоку. Но нету моего размера 54-го. Куда же он девается? Я не понимаю. 52-й есть, а 54-го нету. Выкупила пальто только из-за этого, что вот на замочках, боковинке. Я балдуй. Видите? Оно у меня большое. 50-го, 112-го поясе. Вот. Плечо висит. Вот здесь вот так вот. Вот оно большое мне. А 54-го нет. Вот я балдею от этих разрезиков. Вот. Вот разрезики. Здесь разрезик застегнут. А вот здесь расстегнут. А на разрезик. Большое. В плечах большое. В грузях большое. Во! Где 54-й размер? Где? Вот. 112-й объем по груди. Что не фокусируется? 112-й. Не фокусируется. Вот. 112-й. Оно у меня большое. Мне надо, чтобы было 108-й объем груди. Здесь вот на замочке. Ой, как я балдею от этого вот. Как я хочу на замочках. И цена в нем, это калинка наша белорусская, калинка. И цена в нем недорогая. 235-й. 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 С капюшончиком. Ну, оно, конечно, не айс. Если было 54-й размер, я бы купила. Но это мне большое. Вот какой халат 54-й. 52-й размер можно купить. Вот халаты висят с советских времен. Видите? Вот. С запахом. Ситец. Ткань ситец. 54-й размер. Вот. Советских времен халаты. На пуговицах. Это с запахом. Видите, какие халаты? Купи, Светка, себе халатик. Где его купить? Вот на пуговичках. Ситец. Ситец. Оно же будет мяться. Вот такой товар. Город Гомель. Висит. Светка, у вас же много товара. Можно же одеться. Такие халаты. Даже возьмите 48-й размер. Вот. Заблокируют, потому что музыка играет. Вот такие пиджаки вообще укороченные. Вот вам и одевайся, Светка, в магазине. Что ты, Светка? Везде же есть товар. Ну вот, я вам показала старый универмаг. Я там, наверное, поставлю заглушку, чтобы не заблокировали на халатах, потому что музыка орала. Ну вот, вы увидели, какие халаты у нас, какие у нас пульта или пальто. Ничего у нас нет в Гомеле. Это такая дыра, что здесь одеться очень тяжело. И не надо мне доказывать, что в Гомеле много одежды. Универмаги. Старый, новый. Центр города. Вот, старый универмаг. Ну а как они выше тариф подняли и выше цены насчитать? У нас сразу стал долг. Так что вот так, девочки, показала вам. Халатики, пальтишки. Я к продавцу подхожу, я говорю, ну вот все размеры есть, а 54-го нету. Она плечами, пожалуй, и все. Ну вот все, начиная от 46-го и кончая 60-го. А 54-го нету. Девочки, ну как мне нравится вот это вот, боковинки на замочке отстегиваются. Я балдею. Я балдею. Мне такого никогда не купить. Никогда. Или сзади шлиться в пальто, и на пуговицах будет застегнута. Балдеж. Ну почему, если человек хочет такую модель, он не может ее купить сбоку, чтобы были замочки, разрезики. Размера нету нужного. Вот все. Я, допустим, вот старый универмак, новый универмак. Ехать в торговый центр, там где эти перекупщики. Не хочу я даже туда ехать. Торговый центр. Я знаю ее только у нас возле рынка секрет торговый центр. И на Катунино торговый центр. Все, больше у нас торговых центров нет. И вообще в нашем сраном Гомеле ничего нет. Есть такие люди, которые меня поддерживают. Молодцы. Если вы гомельчане, молодцы, что в Гомеле одеться очень тяжело. В Гомеле смоток нет. Даже моя Наташа сказала, мама, если хочешь купить сапоги, приезжай в Минск. У нас же бедная марка. У нас нету ничего марка. У нас от обуви стоит на полуметровом расстоянии. Что у нас можно купить? Ой. Ой. Иду на остановку и поеду я домой. Нет, если бы был мой размер этого пальто, я бы купила. Я хочу вот такое тоненькое, где на этикетке написано плотность 150. Плотность 200, это зимняя. Машин полный двор, все живут на одну пенсию. Пенсионерам хватает. Все пенсионерам хватает. Нечего помогать внукам. У внуков есть руки, ноги и голова, пусть сами зарабатывают. А то, конечно, на Mercedes-Benz внукам деньги отлаживаете, а потом, ой, мы так не питаемся. Нечего отлаживать. Получили пенсию, тратьте ее до копейки, до следующей. А что случится, там будет видно, что делать. Я живу по такому принципу. Так, переходим дорогу, садимся на транспорт и едем на свою остановочку. Все, давайте, пока. Смотрите, у нас какой ветер. Даже этот колондайк повалял. Или колондайк. Во, валяются велики. Это такой сильный ветер. Колондайк, колобайк. Как правильно. О, присяду-ка я на скамеечку. Вот рандай идет садиться. А мне куда сесть? А я посерединке сяду. Нет, не хочу с мужиком этим. У него пузо здоровое. Сяду я сюда лучше. Как-то так. Вот сюда сяду. Там парк. Это драмтеатр. Сижу просто на скамеечке. Отдыхаю. Домой не хочу идти. Побыла у Вицки. Посидела с ним на диване. Около часа. И пошла. Пошла, дошла до остановки. Села на троллейбус. Проехала в центр. Домой не хочу. Вам показать, что у меня в сумке есть. У меня в сумке есть две головки чеснока. Дошла дошла до остановки. Вижу, бабулька продает чеснок. Я купила с войски домашний чеснок. Две головки чеснока. Рубль. Так что гуляю с чесноком, девочки. Вы думаете, что не просто так? Добрый вечер. Добрый вечер, мои зрители, подписчики. Добрый вечер. Сейчас 19.50. Я спокойненько лежу на диване. У меня окна были открыты. И я лежу, слушаю. Доносится со стадиона музыка. Я звоню Витьке. Говорю, это мне кажется ли музыка со стадиона. Он говорит, это не со стадиона, а рупоры включены возле танка на площади Восстания. И, короче, оттуда слышится музыка. А я лежу и слушаю музыку. И думаю, что у меня все в порядке. Думаю, все у меня хорошо. Прихожу на кухню. А я же купила куриные шейки. И теперь мне надо варить куриные шейки. Я забыла, что я их намочила или замочила. Сейчас обдеру с них жирок ненужное. И отварю шейки. Это же надо. Я про них забыла. Вы любите шейки обсасывать куриные? Сейчас некоторые будут фукать. Фу! Фу! А что тут такого? Это куриная шея. Вы знаете, какая она вкусная. Мяса тут много. Это очень сытное и хорошее блюдо. А еще, если бульончик оставить, не сцеживать, то он застывает, как холодец. И он такой прозрачный-прозрачный тогда. Так что все, буду варить шейку. Нечего лежать на диване. Все, девочки. Первую водичку вскипела. Слила водичку я. Это вторая водичка. Морковочка. Лавровый лист. Лучок. Чесночок. Тушатся мои горлышки. Но не мои, а куриные горлышки. Шейки. Вы любите говорить шейки, а у нас привычка говорить горлышки. Продолжение следует.